Работники Икеа, расскажите самые дикие случаи из своей практики. У чувака не было квитанции на возврат использованного пухового одеяла, а из-за того, что ему сказали нет, он устроил панику. Приехала охрана, и он не двинулся с места. Приехали копы, но он не сдвинулся с места. Чел с криком лег на пол, отказываясь уходить без денег. Входит более крупный полицейский, надевает на него наручники. Его крик перерастает в громкий вопль, и его, наконец, выводят. Все это испытание длится около получаса, у меня их куча. Клиенты Икеи любят нас доставать. Пожилой джентльмен в нашем отделении бань громко кричал о том, какая дешевая мебель, стучал по вещам и так далее. Ой, твоей истерике помешала качественная мебель. Я работаю в огромном магазине Икеа в Австралии. Многие люди впервые в Икеа, поэтому к тому времени, когда они попадают в мою секцию, они начинают паниковать, потому что не привыкли к лабиринту. Поломок различных вещей много. Обычно маленькие дети, которые хотят пойти домой. Серьезно, есть так много родителей, которые приходят со своими пятилетними детьми в 9 вечера. Идите домой. В любом случае, самый запоминающийся срыв, с которым я имел дело, был, когда я работал в хоум организейшн. Этот человек подошел ко мне с телефоном в руке и с семьей на буксире. Он хочет купить определенную вешалку для одежды, но нигде не может найти ее в этом тупом магазине. Хорошо, дружище, я рад помочь тебе. Хотя мне не нравится такое отношение. Он показывает мне картинку на своем телефоне. Скриншот с веб-сайта без контекста. Я раньше не видел эту вешалку для одежды. Либо это очень новая, очень старая, либо то, чего у нас нет. Я спрашиваю, знает ли он его название. Нет, это ваша работа. Теперь он еще больше взволнован. Но я не могу искать только по изображению. Я захожу на сайт нашего магазина и нигде не могу найти чертовую вешалку для одежды. Я спрашиваю, был ли он уверен, что смотрел именно на нашем веб-сайте. Не все товары Икеа одинаковые. Я знаю, это шокирует. Я сразу могу сказать, что он чувствует себя оскорбленным. Конечно, он смотрел правильный веб-сайт. Я активирую режим тупого продавца и прошу его показать мне. Он открывает сайт, а там вешалка для одежды. И фото этой вешалки на сайте target.com.au. Он замечает и молча уносится прочь. Я получил огромное удовольствие, наблюдая, как он заблудился и сделал пару кругов по магазину, прежде чем нашел выход. Я пять лет проработала в Икеа, продавая диваны. Один из моих коллег, назовем его Джимом, работал по вечерам и выходным, в то время как его дневная работа – это преподавание математики в местной средней школе. Однажды к стойке подходит женщина, пытаясь вернуть подушки. Вообще говоря, они не брали возврат подушек по санитарным причинам. У нее также не было квитанции и подушки явно использовались и были абсолютно отвратительными. Джим говорит покупателю, что ему очень жаль, но наша политика возврата гласит, что мы принимаем товары только в течение 30 дней с момента покупки. С квитанцией и не использованными в оригинальной упаковке. Это ей не понравилось и она начала кричать на Джима. Она была злобной и жестокой. Джим приехал в США из другой страны много лет назад. И хотя он прекрасно говорил по-английски, у него все еще был акцент. Она высмеяла его акцент и сказала, чтобы он говорил по-английски. Она неоднократно кричала, что он тупой и никогда ни к чему не приведет. Он был слишком глуп, чтобы устроиться на настоящую работу и так далее. Тем временем на заднем плане находится ее сын-подросток. Он умоляет свою мать перестать кричать на Джима. Он умоляет успокоиться, чтобы они могли вернуться домой. В конце концов она поворачивается, кричит на сына и спрашивает его, почему он так волнуется. Мама этому учитель по математике. Несколько недель спустя был назначен день собрания с учителями. Поехал только отец мальчика. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. В студенческие годы я работала в Икеа в магазине в Глазго, Шотландия. Тогда он только недавно открылся. Пожилой ирландец и его жена остановили меня и спросили, где находится Икеа. Я объяснил, что они были в Икеа и все равно не могли понять. Этим утром они прибыли в паромный порт в Ирландии и решили, что отправятся в однодневную поездку туда, где раньше не бывали. Когда они прибыли в порт в Шотландии, там ехал специальный автобус Икеа. Они думали, что Икеа это реальное место в Шотландии и не понимали, что это магазин. Я ушел, стараясь не рассмеяться, потому что слышал, как они обвиняют друг друга в этом. Как-то летом я занимался пополнением запасов рано утром, начало в 5 утра в Икеа. Во время открытия я видел, как парень идет, чтобы открыть ворота в передней части магазина, чтобы впустить толпы людей прямо в 9.00. Приходит время, когда он щелкает выключателем, ворота начинают подниматься, и как только они становятся достаточно высокими, женщина ныряет под них и начинает бегать по магазину. Именно тогда я понимаю, что ее дети, которым на вид 3-5 лет, отчаянно гонялись за ней, чтобы не отставать. Мне стало грустно после этого. Два слова. Черная пятница. Было 9.55. Открываемся в 10. Мы почти закончили, осталось только разложить детские кухонные игрушки. Чего мы не понимали, так это того, что на них была 50% скидка. Мне оставалось выставить только два подона, когда магазин откроется и куча народу ломанется к нам. Они вели себя просто дико. Бег, толчки и драки. Они боролись, чтобы добраться до этих кухонь. И когда они заметили мои подоны, они открыли их и забрали. В конце концов, одна женщина начала кричать и напала на парня, который снял с подона последний набор, не заметив слева двух полных подонов. Мне пришлось оттащить ее от него, после чего я вызвал охрану. Примерно через 10 минут хаос закончился и я немного прибрался. В этот момент подошла пожилая пара и спросила, остались ли еще кухни. И я положил одну в их тележку, пока мои коллеги смеялись над тем, что только что произошло. Сотрудники Икеа здесь. Разбирая продукты, я заметил пожилую пару, примерно 60 лет, проходящую мимо меня. Мужчина останавливается и комментирует коврик, говоря, что он красивый. Жена отвечает, он не влезет в наш дом. Мужчина тут же речит в ответ, да ладно, мы оба знаем, о чем идет речь. Ты думаешь, что я дурак? Я покажу тебе, кто дурак. Затем он хватает ковер и сердито уходит. Дама просто продолжала идти, как ни в чем не бывало. Изменено. Так как некоторые прокомментировали мое использование слова пожилой. Я согласен с тем, что 60-летние это не пожилые люди. Думаю, старый было бы более подходящим словом. Я был в Ванкувере Икеа, и у них есть детская игровая площадка, которая была полностью забита мелкими детишками. Там должно быть было 100 детей. За некоторыми наблюдали извне, а некоторые были совсем без присмотра. В магазине без предупреждения отключилось электричество. Включились аварийные огни, а игровая площадка и весь магазин покрылась темнотой. Все дети начали визжать, плакать и бегать в темноте. Электроэнергия отключилась всего на 2 минуты, но хаос был впечатляющим. Когда снова загорелся свет, это было похоже на поле битвы. Некоторые дети были в синяках и в крови. У некоторых был вид ветеранов войны с расстояния в тысячу ярдов. Было несколько человек, которые сплотились в туннелях и отказались уходить. Некоторые исчезли без следа. Они, должно быть, скрылись в тени в хорошо обставленном лабиринте, которым является магазин Икеа. Фрикадельки тоже были хороши. В целом 10 из 10, но планка была высока, и никакие будущие посещения не могли сравниться с тем насыщенным днем. Это не было точно крахом, но однажды я смотрел простыни в Икеа. Молодая пара тоже их проверяла. Парень кивнул в сторону черных простыней и сказал. Дорогая, а как насчет этих? Она отвечает при нормальной громкости разговора. Только не те. Пятна твоего йогурта действительно выделяются. И все вокруг недоумевают, и у них появляется очень сильный кашель. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то настолько покраснел на людях. Не совсем кипиш, но думаю это интересно. Я работал в ресторане Икеа. Однажды клиент кричал и угрожал коллеге, когда ему сказали, что он не может бесплатно получить чашку для воды. У нас в Бистро только одна чашка, она стоит 1 доллар и считается товаром. Поэтому мы не можем отдать ее бесплатно. Когда мой коллега сказал этому парню, что он обиделся, он ответил, что Икеа это чистое дерьмо. И мы действуем незаконно, не предоставляя ему воду. У нас нет воды, но кстати справа стоял фонтанчик с водой. Он начинает обзывать моего коллегу, ко мне подходит этот чел и снова просит чашку. А я говорю ему то же самое, и это еще больше его злит. Как только я показываю на фонтанчик поблизости, он говорит, что не будет им пользоваться, потому что он не крестьянин и говорит, что вернется, чтобы разобраться со мной и моим коллегой за попытку нажиться на его обезвоживание. Излишне говорит, что я никогда его больше не видел, и мы с коллегой хорошо тогда посмеялись. Бывший водитель Uber здесь. У меня был запрос на получение автомобиля в Икеа. Для справки, это было после того, как вы могли специально запросить внедорожники. Итак, я подъехал к месту погрузки на своем Prius. И там меня ждало два человека, мать и дочь. Когда я припарковывался, я увидел, что они тащат целую спальню. Я спрашиваю их, есть ли у них вторая машина, и она ответила, что мне нужно загрузить спальню в свою машину. Я начал складывать сиденья, а она сказала, эй, нет, сейчас моя мама должна подойти, не складывай их. Я сказал ей, я не могу, потому что у меня нет места для всего этого. После чего она пригрозила отправить жалобное электронное письмо Uber, потому что я отказался ей помочь. Как, черт возьми, я могу забрать твою маму или твою мебель, но никак не то и другое вместе. Запросите, блин, внедорожник или заплатите Икеа 50 баксов, чтобы доставить мебель вам домой. Престаньте экономить на чем-то действительно важном, я не виноват, что вы пошли в Икею без машины. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи!